И мы переходим к 12 главе. В главе «Бытия» говорит Бог. И говорит уже не в осуждение, а в благословение. Конечно, он благословлял им и Ноя, но теперь благословляет Авраама. И сейчас мы с вами переходим к духовным урокам, к урокам, которые относятся к нам. «Бытие 12.1» «И сказал Господь Аврааму». Подождите, пожалуйста. Кто вообще такой Авраам? Мы знаем, что он сын Фаррел, мы знаем, что он живет в Уре Халдейском. Сделайте, пожалуйста, закладку в 12 главе книги «Бытия» и откройте книгу Иисуса Новина, глава 24. Книга Иисуса Новина, 24 глава. Стих 2. Иисус Новин, 24 глава, 2 стих. «И сказал Иисус всему народу, «Так говорит Господь Бог Израилев, «За рекой ужили отцы ваши издревле, фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Итак, семейство Авраама было семьей языческой, религиозной. Они поклонялись, но поклонялись иным богам. Они не поклонялись Богу Израильскому, поклонялись лже-божествам. Так, по крайней мере, говорится в Иисус Новина, 24. О том же речь идет в Деяниях Апостолов, 7 глава. Это проповедь Стефана перед его мученической смертью. Деяние 7, 2. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотаме и прежде переселения в его Харан и сказал ему, «Выйди из земли Твоей и из родства Твоего и из дома Отца Твоего и пойди в землю, которую покажу Тебя». Авраам был идолослужителем, жившим среди халдеев. И в этот момент, в этом контексте к нему является, обращается Господь. А как вы думаете, голос Бога он слышал? Или это просто такое духовное водительство? Я думаю, нет, он слышал голос Божий. Явный голос Божий. А в Новом Завете и в Ветхом Завете есть моменты, когда Бог говорит конкретным слышимым голосом. Пророки говорят, что звук голоса Божия как звук многих вод. Может быть, это значит, что голос Божий напоминал водопад. Помните, когда Самуил находится в доме у священника или Бог к нему обращается, начинает с ним говорить, Самуил слышит голос и решает, что это священник. Говорит, ты меня звал? Нет, не звал. Это голос Божий. А как же значит, Бог ведет Авраама или Авраама голосом своим, слышимым голосом своим, всегда? Нет, конечно, не всегда. А нас с вами? Мы реально слышим конкретный голос Божий. Он нас так ведет? Он может так сделать? Я ни разу не встречал христианина, который убедил бы меня, что Бог говорит с ними нормальным слышимым голосом, хотя некоторые в это верят. Я не знаю, так это или не так. Бог нас сегодня ведет, независимо от того, слышим мы его голос или просто он ведет нас через мысли. Бог так же вел и Авраама и говорит ему, выйди из дома, отца своего в землю, которую я покажу тебе. Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я люблю путешествовать. Я был где-то в 50 странах. Во многих местах я не был, правда, никогда не был в Южном Блушаре, никогда не был в Сахаре, в Африке, никогда не был в Австралии, никогда не был в Южной Америке. Моя дочь переезжает в сентябре в Южную Америку, поэтому, если доживу, то попаду туда, в Южную Америку, в Бразилию, в гости к дочери съезжу. Я с удовольствием путешествую, путешествие для меня огромное благословение, и все же в пути я устаю. По большому счету, мне уже больше не хочется ездить. Если Бог даст мне еще 5 месяцев жизни, то мне исполнится 60 лет. Скажу вам вот что. Я езжу с относительным комфортом. В те времена никакого комфорта, даже относительного, у них не было. Путешествие было подобно пытке и мучению, причем мучению опасному, неудобному, тяжелому. Авраам был на 15 лет старше меня, когда Бог приказал ему оставить удобное место и отправиться. Куда? А вот этого-то он не сказал. Он сказал, которую я покажу тебе. Что же мы из этого можем узнать о воле Божьей, и какой извлечь духовный урок? Бог ведет нам, нас, шаг за шагом. Нам совершенно не обязательно знать, каким будет последний шаг для того, чтобы отправиться в путь. Каждый следующий шаг мы доверяем Богу, но мы послушны Богу, делая тот шаг, какой нужно сделать сейчас. Мы понимаем, что если я сейчас не сделаю шаг послушаний, то и конечного шага, последнего шага никогда не будет. Кто-то спросит, ну а куда я иду? А это не столь важно. Важно, что мы идем в послушание. И это всегда верное направление. Это человек богатый. Это человек, привыкший жить в удобстве. У него было все, что ему в его древнем мире было нужно. И вот этому человеку Бог повелевает все оставить, все покинуть. Почему? Да потому, что такова Божья воля. Вера это доверие Богу в невидимом. И первое, что должен был сделать этот человек, большая серьезная просьба. Бог ему говорит, я покажу тебе, куда нужно идти. В втором стихе обещание. Это начало завета Бога с Авраамом. Мы уже видели завет с Ноем, помните, радуга, помните, обещание, что Бог больше не будет уничтожать землю потопом. А теперь завет с Авраамом. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении. Мы видели, как Бог проклял землю. Мы видели, как Бог проклял Каина. Мы видели, как Ноя проклял детей Хама. Что же такое благословение? Благословение это противоположность проклятия. Проклятие это когда вам предстоит о чем-то еще пожалеть, причем серьезно пожалеть. Может быть не сегодня, не завтра, но уж точно предстоит. Что же такое благословение? Благословение это когда в жизни вас ждет радость, причем настоящая радость. Может быть не сегодня, не сейчас, но само понимание того, что будет эта радость, что есть это благословение, дает радость уже сегодня. Отличительная черта христиан состоит в том, что мы находим благословение среди испытаний. Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Прошлым летом меня пригласили в Америку проповедовать на протяжении пяти недель. За эти пять недель я получил приглашение на пять похорон, потому что умерли пятеро моих друзей. Смог я посетить только четыре погребения, потому что если бы пошел на пятое, то пропустил бы мамин день рождения. Но даже в этом случае, когда я не смог поехать на похороны, я посетил семью умершего, а потом отправился к маме на день рождения в Атланту. Итак, я общался с членами семьи, с родственниками пяти умерших моих друзей. Всем им было больно, всем им было тяжело. Двое из этих друзей были очень молоды, очень молоды. А жены этих молодых людей страшно все это переживали, им было очень больно. Но во всех этих пяти случаях и умершие, и их родственники были верующими. И во всех этих случаях они славили Бога и благодарили Бога. Одна женщина, потерявшая мужа, неожиданно потерявшая, сказала так, какое благословение, что мой внук был здесь в день смерти. Какое благословение, что соседи могли вызвать скорую. Какое благословение, что за день до его смерти мы смогли сделать то-то и то-то. Сердце у нее разрывалось. Ей было больно, ей было тяжело, она страдала, она потеряла мужа, но говорила она о благословениях Божьих. Вот это признак христианина. Потому что страдание на этой земле приходит и уходит. Оно краткосрочное, кратковременное. А благословение Божие постоянно, неприходящее. у него нет конца. Бог предупреждал Адама о смерти. Бог предупреждал Ноя о потопе. Точно так же Бог обещает благословение Авраму. Адам не знал, что такое смерть. Ноя не знал, что такое потоп. Аврам не знает, что такое благословение. Не знает, но скоро узнает. И мы узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok